То, что мы видим в запросе администрации в рамках бюджета на следующий год, это, конечно же, не дипломатия, но либо это современная американская дипломатия, которая сводится либо к угрозам, либо к санкциям, либо, вот как выясняется, к попытке купить союзников. Решать, прежде всего, конечно же, американскому законодателю, американским налогоплательщикам, насколько это отвечает их интересам, и, конечно же, решать странам, которые являются адресатами этой щедрой помощи в противодействии злонамеренному влиянию Российской Федерации, видимо, для того, чтобы там оказывать вместо нашего злонамеренного свое добро намеренное влияние. Но, кстати сказать, вот не знаю, насколько им понравится этим странам, адресатам этой инициативы, что их хотят купить, но, но, зная нынешние манеры, которые в Вашингтоне сейчас преобладают, не исключаю, что если они откажутся от этой навязываемой им помощи, то против них ведут санкции, поэтому им надо выбирать. В Вашингтоне дипломатия вся сводится к санкциям и по Северному потоку-2, и в целом, для других областей. Вот, кстати, недавно Майк Помпео обвинил Роснефть в том, что она нарушает американские санкции против венесуэльской нефтяной компании, и потребовал прекратить закупать нефть у этой венесуэльской компании. Ну, вот как это все можно объяснять. Кстати, дурной пример заразителен, господин Гуайдо, который был провозглашен вице-президентом США, временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы, уже заявил, что Венесуэла должна прекратить продавать нефть Кубе, например. Вот это как с международным правом сочетается? Да никак. Налой РФ. Вопрос к обоим министрам. Вот эта вот манера диктовать все и вся всем, она до добра не доведет. И мы наших американских коллег уже предупреждали, что, может быть, они на таком вот очень коротком историческом отрезке, полтора-два-три года, сколько им там требуется, не получат какие-то барыши. Но в стратегическом долгосрочном плане они подрывают доверие к той самой международной системе, которая основана на долларе. Но если правительство США ограничивает расчеты в долларах, это подрывает доверие к доллару. И можно добиться каких-то 7-минутных результатов, и то это вряд ли. Но тем не менее, ну чего-то там они думают, что они достигнут какого-то положительного результата, причем не в экономической, а именно в политической сфере. Но в долгосрочную это подрывает доверие к такой политике. И все же думают, а как бы создать новые универсальные валюты, как бы перейти на расчеты в национальных валютах. То есть, по сути, они пилят сук, на котором сидят. Я уверен, что это контрпродуктивно и вредно. И для тех, кто это делает, ну и, конечно, для всей мировой экономики. Но это, уверен, тоже пройдет.